Есть командир, оказывается мыслящие существа на этой планете, тумбочки. Вступаем в контакт! Анимационная студия «Тунгуру», существующая в Донецке уже долгих 10 лет, успела создать немало рекламной продукции из запоминающихся мультфильмов. На счету этой студии такие известные мультсериалы, как «Фиксики», «Офисный планктон», «Футбол по-украински» и многие другие. А мультсериал «Уманетта», пародия на фильм «Не родись красивой», созданный студией «Тунгуру» по заказу студии «Амедиа», побил все рекорды. Его посмотрело более миллиона человек. А начиналось все с самых простых некоммерческих сериалов в интернете. Наши мультфильмы показывались на телеканале СТС, СТБ, новый канал МТВ, когда-то очень давно, ТРК «Украина». Очень много других каналов. Студия «Тунгуру» — это единственный донецкий видеопродакшн, чей продукт вышел на общенациональное российское телевидение. Арт-директор студии Александр Колесник в 2007 году вошел в 20-ку лучших флеш-аниматоров Москвы. Сегодня здесь работают 10 человек, которые являются настоящими профессионалами своего дела. Художники, аниматоры, режиссеры и сценаристы — это именно те люди, которые способны вернуть в детство и подарить сказку. А происходит все так. Сначала нужна идея. В варианте с сериалом нужно придумать какой-то интересный концепт. Например, сериал «Офисный планктон», его мы решили сделать после того, как поработали над сериалом «У монета». Это был офисный сериал, и мы решили сделать более хулиганистый вариант офиса, где работникам не хочется работать, а директор их заставляет. Мы проработали этот концепт, сделали описание его, какие-то варианты игровые ситуации. Мы сначала придумали этот мир, как они, примерно, эти герои и персонажи будут между собой взаимодействовать. Далее начали писать сценарии. После того, как было написано 1-2 сценария, концепт фильма стал еще более понятным. Ну а дальше взялись и наш сценарист Володя Кассе, написал много-много серий. Вот мы дальше взялись и сделали их. Вот сейчас по офисному плантону готово 27 серий, такие короткометражки. Ну, очень прикольные, веселые штучки. Полутораминутная серия мультика может создаваться от одной до двух недель. По словам арт-директора, люди, работающие в такой веселой и увлекательной индустрии, всегда живут в сказке. Когда хобби и зарабатывание денег – это одно и то же, то, в общем-то, человек счастлив. Поэтому мы счастливы. Может быть, можно быть еще счастливы, наглотаться каких-нибудь таблеток, но нам хватает и это. Римма Симонова работает в студии «Тунгору» уже 10 лет и сегодня является главным художником. Рисует с самого раннего детства и благодаря огромному опыту работы способна представлять героев мультика уже при первом знакомстве со сценарием. Когда я читаю сценарий, в моей голове появляется какой-то образ. То есть образ персонажа, как он выглядит, какие у него эмоции. И то есть нужно моментально хватать этого персонажа и переносить на бумагу, чтобы он не исчез. У меня может быть свое видение, потом я приношу этот рисунок на утверждение. И есть добавление, добавляют свои коррективы. Эскизы, нарисованные карандашом, переносятся в компьютер и уже в графической программе создаются персонажи в цвете. Опытные художники студии обучают мастерству анимаций и новичков. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я с детства мечтала рисовать мультфильмы. Ради этого пошла учиться на художника. Собственно, закончила тоже наше Донецкое училище художественное. Но когда я его закончила, я поняла, что у меня нет применения в этой жизни, потому что я не умею пользоваться графическими программами. А художник, который умеет просто рисовать краской, сейчас мало где может найти себе применение. И я вспомнила свою мечту и решила пойти на риск. Я нашла в интернете единственную студию в Донецке, мультипликация. Я позвонила Владимиру Лыкову и сказала, что я очень хочу у них работать. И мне большое спасибо дали такой шанс. Вот так, на первый взгляд, просто и непринужденно создаются такие любимые всеми нами мультипликационные фильмы. А людей, которые работают в этой сфере, можно смело назвать настоящими волшебниками. Редактор субтитров А.Семкин